здравствуйте дорогие гости и подписчики моего канала здравствуйте дорогие участники совместного проекта ветер в гриве ну что март месяц пролетел пришло время подвести итоги что мы на вышивали итоги у нас конечно же есть хорошо продвинулись процессы есть участницы у которых много проектов и все продвигаются поэтому я приглашаю вас посмотреть и конечно же поддержать девочек также вы можете перейти по ссылке в инфобоксе и посмотреть фотографии более детально если вас что-то заинтересовало поддержать наших участниц ну и напомню что мы вышиваем лошадок в данном совместном проекте для того чтобы улучшить наши рабочие условия на продвижение в карьере да и вообще просто из-за любви к светлана селезнева продолжает бороться со своим долгостроем это оригинальный набор фирма золотое руно вышивается на аиде 18 каунта здесь используется 47 цветов размер работы 36 на 43 сантиметров в крестиках это 255 на 300 эту работу сетана вышивая для своей дочки которая очень любит лошадок пишет что работа изначально как бы не пошла поэтому и перешла в разряды долгостроев но это похвально когда рукодельница не забрасывает работу а продолжает на дне трудиться и хоть по чуть-чуть но работа двигается я думаю что у нее есть шансы быть завершенной концу нашего совместного проекта вера сбродова отчитывается по набору фирмы joy sunday это f332 называние картины русская тройка великолепный зимний такой сюжет классный дизайн размер работы 65 на 52 сантиметра используется здесь 38 цветов мы видим что есть небольшое продвижение как бы начало положено у работы ну и конечно же ждем дальнейших отчетов елена тарануха присылает нам отчет по набору лука с у домика это второй отчет за март месяц и пишет что отшить первый лист и надкушен 2 всего было 14 вышивальных дней результатом довольна можно так сказать в кавычках 50 оттенков коричневого но не напрягает тем не менее началась отшиваться травка появились зеленые цвета это было как глоток свежего воздуха ну замечательно продвинулся процесс за подробностями заходите на канала к елене ссылка в инфобоксе ирина силаева одна из активнейших участниц участвует с большим количеством работ в данном совместном проекте начинайте загибать пальцы ну во первых мы видим белогриву лошадку от фирмы риоли здесь и шерсти мулине работа в данном отчете представлена уже постиранная поглажена очень очень красиво ирина поздравляем вас а дальше ирина продолжает вышивать бисерную работу от чаривной мыть и вольный ветер осталось уже совсем чуть-чуть работа очень красивая к сожалению фотография не передает всей красоты но работа движется к завершению надеюсь что ирина нам сделать потом фотографию полностью всей работы более в четком варианте дальше вышивается арабское сокровище от фирмы риоли с очень хорошее продвижение здесь у ирины еще чуть-чуть и я думаю будет тоже готовая работа и продвигается потихонечку амазонка это также фирма риоли с здесь вышивается она на пятнадцатом каунте это не родная основа не по набору но вот тоже есть хорошие продвижения ну и чуть-чуть еще продвинулась работа от фирмы панна набор называется легенда размер работы будет 34 на 34 сантиметра здесь вышивался фон есть тоже продвижение ну и еще одна работа ирины это наборчик фирмы лука с чемпион здесь вы видите небольшие продвижения но тем не менее работ много и потихонечку все вышивается замечательные итоги ирина виктория румянцева присылает нам фотографии уже полностью готовой работы постиранная план поглажена вот такая красота 2 лошадки просто любящие сердце это перенабор фирмы вырвака pen 0 14 50 86 влюбленные лошади размер работы 33 на 29 сантиметров вышивалась на равномерке луга на 28 каунта а ниточки здесь мулине дмс 22 цвета поздравляем с готовой работой ну и конечно же ждем новых процессов наталья ступак присылает нам отчет по работе по набору фирмы фирмы кастом крафт вот такие две влюбленные лошадки должны получиться пишет нам наталья что вышелся еще один лист вышелся быстро просто пролетел получилось ровно половина работы впереди еще столько же нас ждет меня самое интересное это мордочки лошадок стараясь выполнять план это по листу в месяц пока получается надеюсь что так и дальше будет получаться мы на это тоже надеемся потому что нам очень очень интересно посмотреть на продвижение этой работы кастом крафт вышивается не так часто и редко получается понаблюдать за отшивом разных дизайнов поэтому ждем с огромным нетерпением и держим за вас . илона канал хвостатики вышивает у нас наборчик фирмы riolis который так и называется ветер в гриве вышивается на черной основе на аиде 14 каунта здесь мулине всего 19 цветов размер готовой работы будет 30 на 45 сантиметров вот такой вот немаленький будет у размер работы пишет илона что четыре дня в марте вышивала этот процесс и прибавилось 13 процентов все нравится по перенабору вышивать легко и в удовольствие ну а за подробностями заходите на канал канал колонии катерина плотникова отчитывается по своему процессу здесь будет размер работы 33 на 47 сантиметров крестиках 182 на 257 такая большая работа здесь все полная зашивка используется 60 цветов блендов нет бэксича нет пишет нам катерина что кватор уже пройден готова почти 60 процентов работы и это конечно же радует потому что работа очень хорошо продвинулась ну и передает всем привет здоровья удачи и конечно же хороших продвижения процесса татьяна муратова вышивает прекрасный милый набор фирмы алиса это лошадки размер работы 22 на 26 сантиметров здесь вышивается на аиде 14 каунта фирмы гамма мулине 23 цвета фирмы гамма и игла 22 размера тоже гамма пишет что мои успехи за март это появился домик вышивая по цветам поэтому продвижение незаметный хотя уже использовал половину палитры да и и времени я лошадкам уделяла мало больше занималась вышивкой из сп любящие сердца ну вот так когда процессов много каким-то достается больше времени каким-то меньше неважно главное есть продвижение и работа по чуть-чуть растет марина лакиза вышивает у нас очень интересный наборчик от фирмы по носилушка богатырская здесь у нас и лошадка и богатырь все есть в наборе используется 62 цвета и размер работы будет 34 на 38 сантиметров такая немаленькая работа пишет что продвижение совсем малюсенький но все равно есть вышивая очень редко по чуть-чуть без разметки и по бумажной схеме вот как все больше девочек вышивают по перенаборам но тем не менее есть продвижение и конечно же ждем дальнейших отчетов элиза ливи его отчитывается по бисерному процессу аллер от магии канвы и пишет обожаю этого коня вышивание так много так как хочу продлить удовольствие этот конь уже принес мне удачу и поэтому с особым трепетом отношусь к этому набору вот как у нас уже есть первая ласточка которая так сказать осуществила свою мечту свой свой план свою цель очень за вас рады и конечно же вышивайте и пусть еще приходят вашу жизнь положительные изменения ну и конечно же всем участницам я желаю добиться своих поставленных целей также элиза ливиева вступает в наш совместный проект со второй работой это у нас наборчик от фирмы нова слобода будет его вышивать для своего папы комплектация набора очень нравится нитки прелесть схема бесподобная вышла пишет элиза ну и видно у нас мы видим по отчету какие сделаны продвижения в этом месяце светлана кузнецова отсчитывается во первых по набору с нанесенным рисунком здесь у нас аида 14 аккаунта используется 23 цвета вышивается крестиком в три ниточки пишет что повышевала немного травку ниточки мягкие ложатся хорошо глаза устают подбирать нужный оттенок нити а так процесс нравится только вышивать надо при дневном освещении да это вот есть проблема с процессами которые уже нанесен рисунок сложно подбирать цвета кажется все просто на самом деле получается сложнее чем вышивать на белой основе ну дизайн красивые вышиваете потихонечку справитесь также светлана заявляет нам еще один наборчик это новинка фирмы riolis пара лошадей вышиваются шерстью используется здесь крест полукрест французский узелок стежок и бленды вот мы видим подготовку первой крестики пишет славно что пока все нравится алена каменева вышивает данный набор для своей дочурки это набор и вы раз инстант производитель дания размер 239 на 187 крестиков используется 28 цветов пишет нам алена что удалось вышить 10 процентов это результат трех дней ну алена всегда так рассчитывает очень аккуратно что концу совместного проекта в нем будет готовая работа ну а за подробностями заходите на канал колю ирина соколовская отчитывается по набору фирмы candamar desing здесь частичная вышивка вот такой вот красавец должен получиться пишет что вышивала совсем мало поэтому продвижение небольшие ну что ждем дальнейших отчетов и наконец-то мой отчет я вышиваю дизайн от анкор который был опубликован спец выпуске журнала вышиваю крестиком мои продвижения ну во первых я наконец-то до вышивала бэкстич на сюжете с левой стороны там где две лошадки на водобой лошадка с жеребенком дерево полностью вышила но бэкстич вы знаете у анкор очень кропотливый многоцветный были проблемы с французскими узелками так как здесь основа кошель цвайгард она очень мягкая и французские узелки всегда старались куда-то провалиться но каким-то образом я все-таки с ними справилась и все готово дальше я перешла к центру работы и приступила вышивать центральную часть это будет лошадь голова лошади практически половину мне удалось вышить и также чуть-чуть я уделила времени с правой стороны вот такой маленький дизайн это сарайчик вышелся он быстро но бэкстич бэкстича было много и на него я потратила пару вечеров он многоцветный тоже не очень четкий понятный с первого взгляда но в общей картине наверное все смотрится красиво и реалистично в общем то мне нравится но пришлось повозиться с бэкстичем работа продвинулась на мой взгляд очень хорошо где-то одна треть сто процентов у меня выше то ну что в следующем месяце я надеюсь вышить полностью голову лошади ну и возможно еще пару мини сюжетов которые идут по кругу вот такие вот у меня здесь новости спасибо всем за участие за отчеты вышиваете девочки и конечно же я желаю всем вам исполнения ваших целей в ваших мечт чтобы все у вас получалось до новых встреч пока пока